Небольшой интердьюс. Светлана представляет бренд Алены Ахмадулина. Ахмадулина Dreams, правильно выделить направление, которое занимается digital? Нет, не совсем так. Давайте расскажу, чтобы не было никакой путаницы. Меня зовут Светлана Алексеева, я пиар-директор бренда Алена Ахмадулина и Ахмадулина Dreams. Это два разных бренда, которые входят в один модный дом, и они в абсолютно разных сегментах работают. Алена Ахмадулина – это люксовый сегмент, а Ахмадулина Dreams – это вторая линия, это сегмент средний плюс. И бренду Алену Ахмадулину больше 20 лет уже, а бренд Ахмадулина Dreams был основан в 2017 году, то есть ему сколько? Пять? Пять лет. Здорово. И с digital одеждой работает именно первая линия, люксовая, как более концептуальная, имиджевая и занимающаяся более глубокими смыслами. Итак, тема этого доклада, назовем это так, это как использовать новые технологии в стратегии продвижения. И давайте обозначим, что под новыми технологиями мы с организаторами подразумеваем цифровые технологии. В первую очередь это то, что относится к digital одежде, это то, что относится к аватарам, метавселенным и к искусственному интеллекту тоже. Немного расскажу о себе. Меня зовут Светлана Алексеева. Я с 2011 года представляю пиар-интересы бренда Алены Ахмадулина. И мой общий стаж в индустрии моды и в пиаре составляет почти 20 лет. И у меня есть, кстати, свое собственное агентство тоже. Почему речь идет вообще о бренде Алены Ахмадулина? И почему организаторы пригласили меня как представителя этого бренда? Бренд Алены Ахмадулина был одним из первых российских брендов, кто в принципе обратился к теме digital моды, к теме аватаров. И был первым российским брендом, кто недавно, не так давно, в этом году выпустил лукбук, созданный искусственным интеллектом. И немного расскажу о бренде, об Алене. Это Алена, создательница бренда Алена Ахмадулина. Бренд больше 20 лет создает коллекции, которые отражают стиль русского художественного наследия. И очень узнаваем из-за своих принтов, из-за использования традиционных техник, женственных силуэтов. И в принципе у него очень узнаваемый стиль, который соединяет русские культурные традиции и актуальные тренды. В портфолио бренда множество масштабных международных проектов, связанных с закрытием Олимпиады, и костюмы для цирка Джессалей, и костюмы, созданные в коллаборации с Дисней, с Барби и другими международными классными проектами. И наша история с digital началась в 2020 году, во время локдауна, когда мы запустили первую коллекцию digital одежды. Здесь я хочу остановиться на очень важной мысли, что когда мы говорим о продвижении бренда, все вещи, связанные с диджиталом, с технологиями, мы воспринимаем, безусловно, как инструмента. Есть инструмент цифровая одежда, есть инструмент метавселенная, есть такой инструмент, как аватар, есть такой инструмент, как искусственный интеллект. И все они, ну как бы они не сами по себе приходят в нашу стратегию продвижения, они обязаны доносить какие-то смыслы, чтобы это все выглядело очень целостно, и в принципе воспринималось как единая какая-то стратегия, которая доносит основную мысль бренда. И здесь самое важное, как мы видим, это соответствие ДНК бренда. ДНК бренда это такое понятие очень важное в моде. Это совокупность уникальных черт бренда, чем он отличается вообще от всех остальных и почему вы его узнаете из тысячи. И вот у бренда Алена Ахмадулина он очень узнаваемый, и мы его формулируем как такой интеллектуальный романтизм, который основан на переосмыслении русских культурных кодов, использовании сказочной образности. И для себя мы его называем словом escape, это такой уход в сказочный мир, в тридевятое царство и вот как бы в метавселенную, которая тоже своего рода такая сказочная тридевятое царство. И поэтому для нас концепция выпуска диджитал одежды и вообще открытие этого направления в бренде, она была очень естественна, потому что это укладывается полностью в то, что бренд делает в мире физическом. И нам достаточно было, для нас это была очень логичная история, увязать эти два направления и использовать цифровую одежду и все вот эти вот связанные с ней темы в продвижении. Первая диджитал капсула, которую мы запустили в мае 2020 года во время пандемии, но она тоже родилась собственно из-за всеобщего стремления убежать куда-то из запертого пространства, где мы все оказались в какие-то сказочные миры. Мы начали изучать тему диджитал и разработали, возникла такая идея разработать первую капсулу цифровой одежды, которую изначально мы соединили с русским кодом, с традиционным для нас материалом. И получилась, как вы видите, такая капсула, это русский код, связанный с темой космических полетов. Здесь такие кокошники, космические шлемы, футуристические диджитал материалы. И мы надели это все на российского виртуального инфлюенсера Алену Поул. Я думаю, что если вы этой темой интересуетесь, то это достаточно такой известный персонаж в диджитал мире. В общем, она стала лицом нашей первой цифровой коллекции. Далее мы начали выпускать регулярные диджитал дропы. Делаем это и сейчас. И мы очень тщательно следим за стилистикой этих диджитал дропов, потому что это важная история в соблюдении того, чтобы физические коллекции перекликались с диджитал коллекциями. Они, с одной стороны, должны быть разные. Диджитал не должен повторять то, что мы делаем в физическом мире. И одновременно с этим они, так скажем, более смелые. Иногда мы делаем то, чего мы никогда бы не делали в физических коллекциях. Например, у нас были платья, не знаю, лаковые, диджитал платья, лаковые, из лаковой кожи. Мы никогда такого не можем сделать в физических коллекциях, просто исходя из общей стилистики бренда. И, естественно, мы делаем какие-то вещи, которые просто невозможны в физическом мире. И это тоже очень интересно, как платья, из которых растут живые растения и разные другие вещи. Покажу несколько наших дропов, которые мы делаем. Под каждый дроп мы делаем прям отдельную какую-то визуальную историю. Вот, например, у нас был дроп стихии. Это одежда, которая видоизменяется, как будто бы видоизменяется под воздействием стихий. Ветра, не знаю, вот тут платье гроза, платье, как будто бы сделанное из песка. И под это, под все мы снимали отдельную историю и одевали потом модели в цифровые луки. И у нас получилась такая история про девушку, которая живет в таинственном особняке и управляет силой стихий. Это был дроп Natureverse. Это такая футуристичная концепция соединения современных технологий природы и человека. И как мы все живем в этом синтезе. И все луки были вдохновлены структурой растений, какими-то биоморфными структурами, лепестками и так далее. И тоже мы делали отдельную съемку, одевали модель потом в эти луки. У нас есть в онлайн-магазине отдельный раздел Digital, где продаются все Digital Drops. И мы представлены также на некоторых иностранных платформах, в том числе на ведущем marketplace цифровых коллекций DressX. И мы были первым российским брендом, который там присутствует с самого начала, с основания этого проекта. У нас есть собственная аватара Василиса, которую мы презентовали в конце 2021 года. Назвали ее по имени героиня русских сказок. И теперь она представляет наши Digital коллекции как модель. Когда мы отмечали 20-летие бренда, в 2021 году мы сделали Digital показ. Мне сказали, что его можно будет показать. Как это сделать? Нужно открыть ссылку. Леш, мы можем показать? А может нам кто-нибудь помочь включить виртуальный показ? Супер. Вау. Может он в соседнем окне открылся? Не открывается? Сейчас все будет. Одно мгновение. Или два. Две минуты турецкий. Давайте пока расскажу про идею этого показа. Вот здесь представлено несколько луков. Идея была в том, как из глины фактически рождаются такие вот царевны футуристичные, которые в процессе показа они обретают не только форму, но и цвет. И это все вдохновлено такой техникой дымковской игрушки. Там формы дымковской игрушки, цвета дымковской игрушки. И в конце они там все соединяются в такую терракотовую армию практически, которая охраняет русский код. Сейчас вы увидите. И со звуком, если можно. Там звук. Звука нет, к сожалению, но там очень красивая музыка, поверьте мне. Звук. 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 Спасибо большое. Нас иногда спрашивают, возможно ли воспроизвести эти цифровые луки в реальности. Но мы их как бы создаем именно как такой цифровой контент. Но на самом деле у нас иногда бывают заказы в ателье, когда клиенты приходят и просят воспроизвести. Вот, кстати, с юбилейного показа, вот с этого цифрового, мы отшивали пару луков под клиентов специально. Там пролистался как-то слайд. Мы не могли обойти тему NFT, и наши digital луки представлены на OpenSea тоже как NFT объекты. И, естественно, тема искусственного интеллекта, она тоже нас очень заинтересовала. И вот весной этого года мы представили лукбук, созданный с помощью искусственного интеллекта. Здесь стилистика бренда соединена со стилистикой Андрея Руссо. Я думаю, что это можно заметить. Он нам очень близок в плане работы с цветом, работы с линиями. Поэтому это такое для нас очень гармоничное соединение. И очень интересно, что здесь есть как вещи, которые реально были в нашей коллекции весна-лето. Вот текущая, не текущая, а вот которая закончилась. Например, вот этот вот фиолетовый костюм – это реально существующие вещи из коллекции. И есть платья, которые были созданы искусственным интеллектом по мотивам, так скажем, коллекции. Поэтому это все соединилось вот так вот в одном проекте, очень классно и гармонично. И моделей тоже создал искусственный интеллект. Он, интеллект, он так, увидел наш традиционный типаж. В общем-то, угадал. И очень важно, о чем я еще хочу сказать, что для нас очень важно соединять то, что происходит в диджитальном мире, с тем, что происходит в физическом мире. И вот, кстати, вот эта тема с искусственным интеллектом, она имеет продолжение в текущей коллекции. Вот в осень-зима коллекции этого сезона у нас есть принт, который создан искусственным интеллектом. Естественно, он создан по нашему ТЗ, по нашему запросу. И он, собственно, напечатан на вещах из коллекции. Это для нас первый такой опыт. И я должна сказать, что мы не боимся работать с искусственным интеллектом, потому что сейчас очень часто встают такие вопросы, что искусственный интеллект – это угроза креативной индустрии, что сейчас все потеряют работу. Мы рассматриваем искусственный интеллект как союзника в создании новых концепций, новых визуальных концепций. И он помогает действительно создавать какое-то невообразимое количество вариантов, создавать их быстро. А техническое задание и селект все равно на стороне человека. Ну, собственно, наверное, этим бы хотелось мне закончить. Вот такой вот историей с тем, что все равно диджитал и физическая реальность – это какая-то должна быть гармоничная история. И если закольцевать с началом, что вот как бы в продвижении бренда важно, чтобы обе эти области гармонично соединялись и работали на целостную идею и передавали основной посыл бренда и отражали его ДНК. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здесь есть мои контакты. Если у кого-то будут идеи, вопросы, предложения по проектам, я буду очень рада обсудить. Пишите, пожалуйста. Это самое ценное. У нас есть две минуты на вопросы. Ребята. Добрый день. У меня есть два вопроса. Первый. Насколько на данный момент конкретно ваша целевая аудитория с охотой принимает виртуальную мод настолько же, насколько они охотно покупают ваши реальные вещи и вообще как она в целом принимает ваше комьюнити около бренда ваши диджитал образы? Спасибо большое за вопрос. На самом деле это очень интересный вопрос, потому что когда мы начали заниматься цифровой модой, мы поняли, что аудитория бренда и аудитория цифровых коллекций бренда это по сути две разные аудитории. И наша аудитория очень настороженно, во-первых, отнеслась к цифровым лукам. Многие не понимали вообще, что это. У нас были заказы, когда мы открыли раздел на сайте с диджитал одеждой и начали продавать, у нас были заказы и потом люди говорили, что я купил, верните мне деньги, я не понимаю, что это. Хотя, естественно, у нас везде было очень подробное объяснение, что такое цифровая одежда, как ей пользоваться, как она создается и так далее. И кто покупает цифровую одежду, кто реально покупает, это кому важно позиционировать себя именно в этой среде, кому важно показать, что он визионер, что он разделяет эти ценности, этот взгляд, да, на моду, на развитие моды и на развитие технологий. И в основном это такая креативная какая-то тусовка. Это блогеры, это создатели контента. И должна сказать, что международное сообщество лучше реагирует на эту тему, чем российская аудитория. Там как-то более подготовленная аудитория все-таки. Сколько стоит цифровое оплате? По-разному, ну, шесть-семь тысяч. Шесть-семь тысяч рублей и цифровый образ ваш. Мне кажется, более чем доступно. Большое спасибо. И можно еще второй вопрос. У вас в бренде есть какой-то свой отдел креативный, который занимается конкретно диджитал направлением? Или каждый ваш проект – это какая-то коллаборация с диджиталными художниками, дизайнерами, 3D-моделлерами? Или так и так бывает? Креатив, именно создание диджитал коллекции в плане как создание коллекции – это на дизайн отделе бренда. То есть за это фактически отвечают по большей части те же самые люди, которые отвечают за создание основных коллекций. И нам тоже кажется, что в этом часть успеха всего этого предприятия. За реализацию у нас есть 3D-дизайнер и есть еще постоянный пул 3D-дизайнеров, с кем мы работаем на постоянной основе, обращаемся и именно в плане реализации. Один вопрос только. Давайте вот я вам… Спасибо. Хотела узнать, а что дают диджитал дропы бренду Ахмадулина? Что они дают? Да, вот вы начали с ковида. Получается, за этот период что именно дало и что вы получаете с этого сейчас? Для нас это очень важная часть позиционирования. Почему, собственно, это все было про позиционирование. Нам очень важно, чтобы у бренда была вот эта составляющая, то что бренд новативный, что он работает с инновациями, что он работает с технологиями. И поэтому мы это показываем, как я сказала, не только в плане контента. То есть мы не только это контентом отрабатываем, мы это еще и переносим в наши коллекции. У нас помимо принтов, созданных искусственным интеллектом, есть другие штуки инновационные в плане тканей, в плане еще каких-то разработок, с которыми мы достаточно осторожно работаем. Потому что все, что включается в люксовые коллекции – это дорогостоящие эксперименты. Но, тем не менее, мы идем в этом направлении. Спасибо большое, Светлана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!